Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Александр Пасечник. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. День защитника Отечества отметили в России и за рубежом. Русский язык, как иностранный, в Турции представили способы быстрого освоения языка. Выставка искусства ювелиров России проходит в Москве. А теперь более подробно об этих и других новостях. 23 февраля в России и в других странах мира отметили День защитника Отечества. Этот праздник является символом мужества и воинской доблести. В Москве и за рубежом прошли памятные мероприятия, выставки и концерты. В День защитника Отечества новую художественную выставку представили в Главном военно-историческом музее России. Тематическая экспозиция «Путь воина» в Музее Победы – это работы современных молодых художников. Авторские полотна участники посвятили истории Великой Отечественной войны. Каждый из художников отразил свое видение военных событий, использовал авторский стиль и техники. В выставочном зале можно увидеть графическое искусство и мозаику. Монументальные произведения на выставке представили выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Мои холсты посвящены героям Великой Отечественной войны. Это целая серия работ, посвященные блокаде Ленинграда, Сталинграду, Победе 1945 года. Я вырос в семье, в которой непосредственно есть участники тех событий, как на войне, так и в тылу. Мой дед, он ребенок войны. На данный момент в моем творчестве самая главная тема – это тема Великой Отечественной войны, тема Победы. В преддверии Дня Защитника Отечества праздничные мероприятия прошли и в русских центрах, открытых фондом «Русский мир» в разных странах мира. Тематическую программу подготовили сотрудники центра в киргизском городе Оше. В праздники приняли участие ребята из городских школ. На мероприятии прозвучали стихотворения о Великой Отечественной войне и песни. В интерактивной игре «Рыцарский турнир» приняли участие гости Русского центра Российского общества просвещения, культурного и делового сотрудничества в Турции. Соотечественники и жители Стамбула отвечали на вопросы о русской культуре, традициях и вместе узнавали о главных государственных праздниках. Цифровой помощник «Сократ-2020» поможет иностранным студентам адаптироваться в России. Сервис разработали в Челябинске. Проектом занимается коллектив преподавателей из Южноуральского государственного университета. С помощью чат-бота иностранцы учат русский язык и узнают об особенностях города. Познакомиться с уральским регионом, быстрее освоиться в университете и повысить эффективность обучения. Такие задачи выполняет новый цифровой сервис, который разработали ученые в Челябинске. Идея создать универсальный чат-бот возникла на кафедре философии в Южноуральском университете. Преподаватели изучили главные потребности иностранных студентов и попробовали создать онлайн-помощника, который решит проблему адаптации. Проблема для многих иностранных студентов на слух воспринимать русскую речь. И мы решили, что на первых порах удобнее будет им предоставлять вот такой вот письменный диалог. Как только туда они заходят, представляются, то Сократ им предлагает те опции, которые мы выявили, из которых они могут выбрать то, что их интересует. Эту информацию им предоставляется и в текстовом, и в виде ссылок. Численность студентов из-за рубежа с каждым годом растет. По данным национального проекта «Образование», в 2024 году количество иностранцев в отечественных университетах составит более 400 тысяч. В связи с этим проблема психологической и культурной адаптации стоит особенно остро. Обучаясь в УЗЕ другой страны, иностранцы еще не приспособлены к незнакомым условиям и культуре. Более того, изучая новый язык, студенты плохо усваивают образовательную программу. Технология чат-бота – это привычный формат обмена сообщениями. Он помогает индивидуально решить проблему и расширить возможности каждого из студентов. Мы провели серию встреч с иностранными студентами в целях апробации. По крайней мере, по обратной связи, где-то около 80% всех участников высказались за то, что он действительно способствует адаптации. Ну и высказали ряд пожеланий, которые мы уже будем учитывать, если в дальнейшем будем этот прототип разрабатывать более глубоко. Над приложением «Сократ-2020» работали ученые кафедры лингвистики и философии. Программу поддерживает Фонд президентских грантов. Итоговый вариант чат-бота станет доступен в апреле 2022 года. Образовательный семинар «Русский язык за три часа» прошел в Турции. Иностранцы узнали о специальных методиках и правилах, которые помогут быстрее освоить язык. Семинар провел преподаватель по мнемотехнике. В последнее время русский язык становится популярным в Турецкой Республике и даже успешно конкурирует с английским, который тоже изучают как иностранный. Однако преподавателей по русскому языку в Турции значительно меньше, поэтому практические семинары и лекции особенно востребованы среди учащихся. 17 февраля в Стамбуле в Центре Российского общества просвещения, культурного и делового сотрудничества состоялось мероприятие для турецких студентов, которые только начинают изучать русский язык. Быстрее адаптироваться и освоить главные правила грамматики и орфографии слушателям помог специалист по мнемотехнике. Он поделился советами и лингвистическими приемами специально для русско-турецкого перевода. Освоение грамматики ничего не стоит без накопления словарного запаса. И чтобы решить этот вопрос, мы приглашаем иногда человека, который владеет мнемотехниками. Первоначально он предложил визуализировать цифровой ряд. Например, двойка похожа, скажем, на лебеда, и четверка на переводную туску. И были даны такие примеры, и все студенты очень быстро запомнили эти слова. Турецкая графика основана на латинице, и это первая трудность, с которой сталкиваются иностранцы. На начальном этапе многие студенты допускают ошибки в правописании и оформлении букв. Кроме графических трудностей есть и фонетические. Например, отдельной проработки требует произношение гласных звуков. И ребята сами предлагали, выбирали слова, которые они хотят запомнить, и предлагали примеры. Вот таким образом прошло наше занятие. Мероприятие прошло в Русском центре накануне празднования Дня родного языка. В конце занятия студенты смогли самостоятельно применить полученные навыки и выполнить упражнения преподавателя. Традиции русского ювелирного искусства представляет новая выставка в Государственном историческом музее. На экспозиции «Рукотворная связь времен» будут продемонстрированы лучшие произведения ювелиров прошлого и современности. Новая экспозиция в Государственном историческом музее рассказывает, как развивалось отечественное ювелирное искусство и наглядно показывает творческую связь мастеров прошлого и нынешнего времени. Оно славится своим богатым многообразием культур, которые в нем представлены, славится чистотой отделки, славится интересными образами, которые у мастеров возникают и они их реализуют, славится великолепными материалами, отечественными материалами, которые мастера используют. И это радует на сегодняшний день не только специалистов, но и людей, которые приходят на нашу выставку. Она довольно хорошо посещаема. Центральную часть экспозиции занимают работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства. Лучшие композиции и экспонаты знакомят с оригинальными идеями и технологиями, в которых сочетаются многовековые традиции и техники. Есть необычные экспонаты, которые соединяют в себе искусство прошлого времен и сегодняшнего времени. Великолепное концу, оно называется инверсия. Полусфера представлена в нашей витрине. Это Федоскинская роспись и серебряная основа кольца. Федоскинская роспись имеет свою историю аж с конца XVIII века. Рядом с работами современных художников-ювелиров представлены исторические экспонаты из уникального собрания Гохрана. Это украшения, созданные мастерами XVIII и XX веков. Многие из экспонатов здесь выставлены впервые. В специальный раздел выставки посвящен истории Алмазного фонда России. Гости экспозиции смогут увидеть уникальные полноцветные голограммы, которые представляют точные копии драгоценных изделий из собрания фонда. Выставка «Рукотворная связь времен» приурочена к 150-летию Государственного исторического музея. Посетить экспозицию и увидеть шедевры ювелирного искусства можно до 16 апреля. О самых интересных событиях жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. До новых встреч и до свидания!